Привет всем! Вы слышите и видите Лёшу Халецкого, и это выпуск «Мнение дилетанта». Он будет разделён на две части. Первая посвящена вашим претензиям о том, что я делаю видео о политике и разговариваю о ней, а вторая часть – моей предвыборной программе. Что это такое, конечно, во второй части, ближе к концу видео, а в начале о ваших претензиях. Постоянно, когда я выпускаю какое-то видео «Мнение дилетанта», там куча комментариев на тему того, зачем на игровом канале видео о политике, не разговаривай с нами о политике, мы не хотим это видеть, слышать и прочее, прочее, прочее. Давайте по порядку. Политика – это наша жизнь. Я уже говорил об этом много-много раз. Жизнь – это и есть политика. Требовать не говорить о политике – это самое, что требовать не говорить о жизни. Вы там в семье, например, ну, предположим, у вас есть жена, и вы с женой решаете, куда пойти. Вы вообще никогда не хотите идти, хотите лежать на диванчике с пивком. Потом жена хочет сходить в театр оперы и балета или потащить вас по магазинам. И вот как вы договоритесь между собой – это и есть политические прения, собственно говоря. А есть еще дети, которые хотят в цирк пойти или в зоопарк или еще куда-нибудь. И вот это общение между людьми и есть политика. Чтобы добиться того, что вам нужно, используя аргументы или, наоборот, выслушав оппонента, кстати, тоже, вы используете всяческие политические методы внутри одной отдельно взятой ячейки общества. И если вот так эту пирамиду выше и выше делать, то мы дойдем до управления всем государством. Вы в семье живете в многоквартирном доме. Управление домом – это следующий уровень. В моем случае, например, у нас тут товарищество собственников. Мы выбираем председателя этого товарищества, собираемся на собрание, решаем, какой краской дом покрасить, на что собрать деньги и так далее. Следующий уровень – это управление районом города. Потом управление самим городом. Управление районом, в котором город находится, областью и, соответственно, страной. И постепенно, постепенно, вот через делегирование своих полномочий другим людям, либо участвуя самим в политической жизни, вы продвигаете то, что вам хочется, что вам выгодно. И политика – это, собственно, совокупность мнения всех жителей этой страны, через их представителей или конкретно от них самих, которые они обсуждают в дебатах, в прениях, через голосование. И таким образом идет развитие. По-моему, это понятно, естественно. И говорить о том, что ты не разбираешься. Одни из претензий, например, мне пишут – ты не разбираешься в политике, зачем в нее лезть? Так это и есть моя жизнь. Что значит, я не разбираюсь в жизни или там в своей жизни? Я хочу продвинуть те идеи, которые мне близки, которые, я считаю, будут мне выгодны и всем вокруг тоже. По-моему, надо чуть микрофончик тише сделать. Да, я могу быть неправ. Так в этом и идея политики, когда люди высказывают свои мнения. И, собственно, для этого я и записываю видео на своем канале, вот эти мнения дилетанта, чтобы с вами это обсудить. В наших странах, к сожалению, нет политической жизни. Так хоть таким образом мы можем прийти к какому-то мнению, что делать дальше. Я считаю, что на моем канале собраны неглупые люди, к тому же взрослые. Да, это, кстати, вот одна из претензий еще. Зачем ты вообще выкладываешь подобные видео на игровом канале? То есть, там, создай какой-нибудь свой отдельный канал, еще один, там выкладывай. На игровом канале должны быть видео только про игры. Я с этим не согласен. Я считаю, что я свою аудиторию очень бережно собирал. У меня, ну, может, есть какие-то случайные люди, но их подавляющее меньшинство. А так, это взрослая, умная аудитория. Взрослая, потому что статистика говорит, у меня больше 70% люди старше 24 лет и больше 96% старше 17. А умная, потому что, ну, смотреть стратегии, играть в стратегии, в них разбираться, все-таки требуется определенный склад ума. И да, я тоже собираю этих людей. Не только вы собираете каналы, которые смотрите, но и создатели каналов собирают свою аудиторию. Там, через баны комментаторов, через создание определенных видео. Я хочу общаться именно с этой аудиторией, которая думает, которая может многое предложить о том, чего я, ну, до чего я сам не дошел. Да и другие люди, посмотрев мое видео, идут в комментарии, и я уверен, много чего интересного там черпают. Так почему же мне не создавать подобные видео и не выкладывать их у себя на канале? Я никогда вас не обманывал в названиях, вы никогда не видели в моих видео того, чего в них не должно быть. Или я их называл там по-своему делал превьюшки из полуобнаженных девушек, а там внутри про политику вдруг внезапно. Ничего же подобного нету. Я честно называю видео, и по названию вы можете конкретно узнать, что там будет внутри. Если названия мало, то еще и описание к видео я делаю довольно подробные, по-моему. Я хочу с вами это обсуждать. Я хочу видеть ваши ответы. Я не знаю, почему еще некоторые считают, что я таким образом себе набиваю подписчиков. Странно, это как раз... Тут я соглашусь с теми, кто говорит, что не должно быть на игровом канале подобных видео. Политические видео на игровом канале никак не добавляют подписчиков. Потому что те, кто приходят сюда по политике, вряд ли будут подписываться, чтобы смотреть кучу видео про игры. А те, кто любит игры, они и так у меня на канале есть. Это именно, знаете, как обсуждение в кругу друзей. Тема, может быть, вам неинтересна, но так как вы общаетесь с друзьями, то вы хотите им помочь и что-то сказать. А еще мне вспоминается одно высказывание. Я вот сейчас его специально погуглил перед записью этого видео, потому что я не помню, откуда я его взял, где прочитал, что это. Это, казалось, американский комик Билл Хиггс, кстати, очень короткую жизнь, чувак прожил, к сожалению, 32 года. Я не буду конкретно там зачитывать, цитировать, я по памяти скажу, что он говорил. Жизнь – это как катание на аттракционе. Пока вы там, вы думаете, что это реально. Ну, просто такова сила нашего воображения. Нас там крутит, швыряет вверх, вниз, в общем, нам весело. Но есть люди, которые уже довольно долго на этой карусели крутятся, и они начинают задаваться вопросом. Это все реально или просто аттракцион? Кому-то надоело, кто-то опомнился просто вот вслед с этого аттракциона на землю. Они говорят нам, ребята, не волнуйтесь, это просто аттракцион, все нормально. А мы их убиваем. Заткните его, застрелите его, я слишком много вложил в этот аттракцион. Как же мои проблемы и страхи, как же мой банковский счет, как моя семья, вот моя реальность. А это просто аттракцион. И мы убиваем тех, кто нам об этом говорит. Вы замечали? И позволяем демонам творить мерзости. Но не это главное. Это всего лишь аттракцион, и мы можем изменить его, когда захотим. Это наш выбор. Нет усилий, нет борьбы, нет работы, нет денег, нет сбережений. Это просто выбор, который мы делаем прямо сейчас между страхом и любовью. Все, конец цитаты на этом. Я не скажу прямо, что я полностью согласен, да, потому что она немножко такая левая, больше к левой идеологии относится. Но в целом, да, когда вам начинают говорить о том, что это аттракцион, ну, то есть в моем случае, когда я начинаю рассказывать о каких-то проблемах, вы просто, ну, не убиваете меня, конечно, но затыкаете точно. То есть вот постоянно, не говори нам об этом, нет, только не это, знаете, такое ощущение, что это не вы не можете себя контролировать, не включать это видео, не слушать, а должны вот всех вокруг контролировать, чтобы вам никто ничего не говорил. Заткните его, все хорошо, все хорошо, не надо ничего говорить, заткнитесь. И это действительно наш выбор, как жить нашу жизнь. Это и есть политика, которую мы пытаемся воплощать. Я пытаюсь, в всяком случае, с вашей помощью воплощать. Я с радостью слушаю любую, читаю, читаю любую критику, которая, ну, конечно, подана вежливо и вменяемо. Потому что, например, ну, просто для примера, вот, недавно был ФФА по пятой циве, да, не, по шестой циве, не заметил ресурсы какие-то на карте, там, железо и соль. Я думаю, я выкладывал это в ФФА для того, чтобы народ повеселился, и там были вменяемые комментарии, которые в шутку это все переводят, да, Леша в очках, ну, нифига не видят, вот, ну, то есть, видно, когда люди по-доброму шутят и подтрунивают над тобой, да, но есть же люди, которые надо зло это сделать, знаешь, там, стример-дебил нифига не видит, вот, типа такого. Так вот, зачем мне, например, их читать, слушать, зачем они вообще нужны мне на канале? Это, к сожалению, кстати, наследие вот тех стримеров, которые ругаются во время своих видео, то есть делают все, чтобы вызвать эпатаж не какими-то знаниями и качеством своей, либо игры, либо своих рассказов привлечь зрителей, а просто своим таким неадекватным поведением, типа, какой-то, это даже нельзя клоунадой или буфонадой назвать, это просто гримасничание и обезьянничание на камеру. Ну, пока это популярно, это будет, но то, что от них потом приходят, вот, люди их смотрят и считают, что все остальные создатели видео по играм точно такие же и будут их комментарии нормально воспринимать, это все, конечно, грустно. Ну, я немного отвлекся, все мои видео делаются для того, чтобы создать некий конфликт. Конфликт это не в том плане, там, ругань с кем-то, да, а именно, что есть несколько мнений. И каждое мнение ценно, потому что оно выражает общее состояние людей. И важно не только иметь свое мнение, да, то есть как лучше там развиваться в стране, как лучше нам жить, но и понимать, понимать, это важно, понимать, какие мнения есть еще, знать о них и понимать их. Вот это важно. И огромная проблема сейчас России именно в том, что главенствует какая-то одна линия партии главная, а все остальные линии не просто не воспринимаются, а считаются как вражескими. Это враги нам говорят, пятая колонна и так далее, и так далее. Я никогда не считал людей, которые не согласны с моим мнением, врагами. И это, кстати, один из принципов либерализма, потому что очень многое из тех идей, которые мне не близки, они все равно правильны. Ну, а теперь ко второй половине видео. Мне, опять же, тоже в комментариях пишут, Леша в президенты, Леша в депутаты. Ну, вот тут я, конечно, немножко вас обманул. Я говорю, моя предвыборная программа, но я ни в какие депутаты, ни в президенты идти не собираюсь, в всяком случае, сейчас. А предвыборная программа – это из разряда «что делать?». Два проклятых русских вопроса – кто виноват и что делать? Кто виноват, я не хочу показывать пальцем. А вот что делать, надо обсудить, естественно. То есть, вот, предположим, если меня поставить диктатором России, что я в первую очередь буду менять, чтобы Россия жила лучше? Я бы начал с люстрации. То есть, все, кто занимал руководящие должности до этого момента, больше их занимать не могли бы в будущем. Илюстрация вообще, кстати, прикольная. Я, опять же, я думал, люстрация – это типа, ну, какое-то запрещение или еще что-то, а посмотрел с латинского люстрацию «очущение посредством жертвоприношения». Прикольная такая фигня. Так вот почему нужна иллюстрация? И одна из главных причин, почему Россия обратно вернулась в то состояние, которое она сейчас есть, это потому что после ухода коммунистов из власти не была проведена иллюстрация. Опять у власти были, грубо говоря, те же коммунисты. И сейчас они есть, просто которые переоделись в одежды демократов, если уж так откровенно. Тот же Ельцин, председатель Свердловского обкома, да, а потом Московского горосполкома. Путин – это, ну, КГБист, он, правда, не политиком был, но оттуда же. И все вот эти вот, кто сидят наверху, это бывшие коммунисты, у которых была власть еще в то время. Они были молодыми, там всякие председатели комсомольских партиячеек и прочего, но идея власти вся осталась та же. Это вот идея о том, что политиком можно быть профессионально, хотя это абсолютно не так. И, кстати, опять же, вот многие люди и комментаторы, которые у меня пишут, типа вот ты в политике не разбираешься, видимо, имея в виду, что есть какие-то профессиональные политики, которых обучали, знаете, какой-то институт политиков. Ну, кстати, это не совсем шутка, вот у нас в Белоруссии, и, наверное, в России может даже есть, но здесь есть Академия Управления при президенте. И, в принципе, ты не можешь никакие руководящие должности занять, не отучившись в этой Академии Управления. Академия Управления при президенте, блин. То есть подразумевается, что тебя никуда не выбирают, ты просто учишься в институте, становишься политикой, а потом тебя назначают по разным должностям. Такая карьерная лестница. Хотя это абсолютно не так. В политике должны быть люди разных профессий. То есть ты сначала добиваешься чего-то в своей профессии, вообще начинаешь из себя что-то представлять. Ты можешь быть пожарным, ты можешь быть писателем, ты можешь быть журналистом, ты можешь быть историком, можешь быть председателем колхоза, как наш президент, между прочим. Потом ты выставляешь свою кандидатуру на выборах и говоришь, ребята, вот я там был тем-то и тем-то, того-то, того-то достиг, смотрю, что сейчас происходит, я считаю, что надо делать так-то и так-то. Вообще лучше, конечно, чтобы они консолидировались в партии какие-то, потому что бы голосовали за идеи, потому что партия это какая-то определяющая идея. В нашем же случае у нас крепкий хозяйственник какой-нибудь у власти, закончивший академию управления при президенте. И вот эта структура власти, когда ты профессиональный политик. Не как в других странах ты чего-то добиваешься в жизни и становишься политиком. У нас наоборот, если ты политик, то ты за счет этого чего-то добился в жизни и гребешь бабло. То есть политика это и становится бизнесом, что совершенно не так. Это абсолютно неправильно, это вывернутая наизнанку идея. А вывернута она с того вот коммунистического прошлого, когда была единая партия, когда, собственно, единая идеология коммунизм, и, в принципе, там никаких выборов не должно было быть. И, естественно, там подготавливали профессиональных коммунистов, которые вели страну за собой. Поэтому нужна люстрация. Не потому что это плохие люди. Вполне, я могу вообще предположить, что они вполне вменяемы. Но они вот носители вот этой идеи, которая с демократией ничего общего не имеет по-хорошему. И поэтому у нас там всякие крепкие хозяйственники Собянины, мэры Москвы, какие-то непонятные премьер-министры и так далее, и так далее. Так что первое, первое, это люстрация. Более того, она должна затрагивать не только людей, которые были на управляющих органах в политике, но и тех, кто был главами избирательных компаний, не компаний, а комиссий, кто занимался выборами, кто там... Вот смотрите, уже много раз показывали, что были подтасовки на выборах. Но никого за это не наказали вообще. Ну, что это за дела? Причем, в отличие, кстати, от России, в Белоруссии итоги выборов вообще рисуют. Просто пишут цифры. Там даже нету никаких подсчетов, ничего. Просто вот нарисовано и все. Ну ладно, это частности. Второй и самый главный момент – это реальное разделение властей. Это очень важный момент. Я почти в каждом своем видео говорю. Три ветви власти – исполнительная, законодательная и судебная. Законодательная – это парламент, исполнительная – это президент или премьер-министр в зависимости от... Ну и кабинет министра в зависимости от формы правления. И судебная – это, ну, суды. У нас же все ветви власти слились в едином экстазе. Рука руку моет и друг друга покрывает. Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. То есть, опять же, иллюстрация судей, видимо. Кстати, чего не произошло на Украине. И не произошло, кстати, во многом из-за Запада. И, ну, как-то сказать, из-за демократических норм. Потому что нельзя просто взять и уволить судей. Их надо доказать, что они нарушали что-то. А кто будет доказывать, как не сами судят? То есть, кто будет судить судей? Вот в чем тоже большая проблема. Я так понимаю, что в Украине ее никак не решили до сих пор. То есть, как это работает? Законодатели, независимо от исполнительной и судебной власти, решают, какие законы выгодны стране на данном этапе развития. Исполнительная власть эти законы притворяет в жизни и следит за их исполнением. Ну, а судебная решает конфликты, которые между этими двумя властями происходят. А когда они работают в симбиозе, то вся власть концентрируется в одних руках. И как бы эта власть не хотела всего хорошего для людей, все равно будут какие-то перегибы. А через некоторое время появляется вообще вот этот синдром Мессии. Кто, если не Путин? 140 миллионов жителей в стране. Кто, если не Путин? Конечно, только Путин. Опять в очередной раз. Вы знаете, и вот на этом моя предвыборная кампания заканчивается. Я снимаю с себя полномочия диктатора. Ну, проводятся выборы, естественно. То есть, по-моему, вот этих двух вещей и дальше не мешать людям вполне достаточно. Дальше законы будут уже приниматься по мере необходимости. Я не считаю, что должны быть какие-то драконовские меры, еще какого-нибудь сажать. Вот люстрация и реальное разделение властей этого выше крыши. И дальше дать людям самим уже работать. Вот это, по-моему, тоже очень важная вещь, что в России государство очень сильно вмешивается в работу людей. Многих там и частные инициативы и прочего. Просто вот перестать вмешиваться. Дать людям создавать что-то. Не государство должно это создавать, там, строить Сколково, всякие инновационные механизмы. Государство должно просто быть таким наблюдающим органом, если хотите. Причем помогающим. Помогающим. А не карающим, запрещающим и ограничивающим. А у нас получается, что все инициативы... Вот все себе забрало государство. Все вот механизмы не только управления, но и оно считает, что только оно вправе что-то новое предлагать. Поэтому оно боится всего нового вокруг, огораживается от него. В общем, вот такое длинное видео у меня опять получилось. Надеюсь на ваши комментарии в этот раз. Надеюсь, поменьше я людей буду банить. Хочется верить. Ну, в любом случае, я знаю, что у меня много поклонников именно мнения дилетанта. Всегда приятно с вами спорить, обсуждать. Жду ваших комментариев. Ну, а вы видели и слышали Лешу Халецкого. Всем пока. Продолжение следует...